На этой неделе мы были в тюрьме. Для меня это уже третий раз, когда мы ездили. И это было очень круто. Ну каждый раз я возвращаюсь из тюрьмы и говорю каждый раз, ой, как круто было, как круто было. А на меня вот так смотрят. Псих? Нет, я не псих. Я просто очень сильно люблю там служить. И в последний раз было невероятное присутствие. В первый раз за все время нам дали нормально все поставить, все настроить. У нас даже была возможность чуть-чуть порепетировать. Первый раз. Ну, по крайней мере, пока я там была. И дальше мы уже и играли. Мы даже с Оксаной взяли одну русскую песню. И с Оксана взехме една песня на русский язык. И было невероятно. И беше много невероятно. Все было как надо. И всичко беше както трябва. И присутствие. В первый раз такое сильное присутствие. И за първи път имаше толкова силно присутствие, което аз усетих. Так вот вставали, хлопали. Всички ставаха, ракупляскаха. Хлопали. Танцуваха малку, викаха. Это было замечательно. Беше замечательно. Невероятно. Так вот. Кто хочет такое же присутствие чувствовать? Хоть ты искал такого присутствие да усетим. Погнали вместе в тюрьму. Нека, айде, айде да уйдем заедно в затвора. Но это невероятно. Я серьезно вам говорю. Такое присутствие вы не почувствуете здесь. Тук нема да усетите такого присутствие. Там все настолько классно было. Толкова хубава беше там. Вот. Это, кажется, все, что я хотела сказать. Я уже забыла половину, но я помню, что было замечательно. Това исках да кажем. Това, което се сещам. И вообще Господь благословляет тех, кто делает дела. Господь благословляет тези, които върши делата. Ну, дела, которые не видно. Которые не напоказ. И тези, които делата, които не се виждат. Потому что, ну, как Эдди каждый раз говорит. Как то, Эдди казва, всякий пот. Что вот там вот никто нас не увидит, не погладит по головке какой-то молодец. Там никого не видя, не похвали. А мы все равно туда ходим. Ну, потому что это круто. Мне все, 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 всякий пот цепок учила. Мы за что-то и много яку. И еще в этот раз было очень классно. Този подбежи много яку. Нам подарили блокнотики маленькие. Подарих они малки тевтерчета. И именные ручки. И химикалки со снащите имена. Первый раз у меня появилась хорошая такая, хорошая ручка. И за порой пот имам много добрых химикал. С моим именем. Вот, все я хотела сказать. Спасибо. Благодаря. Давай. А, в этот раз я была негрустная уже в тюрьме. За този путь не сам била тежна в затвора. Потому что каждый раз мне кажется, что я веселая. Защо от всякий путь ми се пристрою, че съм весела. И мне говорят, ты хотя бы немного улыбнись. И на мен ми казват, ти усмехни се понемалку. А мне казалось, что я улыбаюся. У меня такое часто. А на мен, аз мислях, че я се усмехвам. Често се случва така при мен. Но този путь, се чувствуваше някаква свобода. И не было страха. И нямаше страх. Не было не страшно уже смотреть на них в зал. Не беше страшно таки гледам затворниците. И почувствовалось сплочение и команды, как мы поехали. И усетих някакво единство в экипа. Да, потому что до этого я не чувствовала единство. Защо это предвидова не сам чувствовала. Потому что с нами пел один мужчина, болгарин. И немного чувствовалось, что мы не вместе были. Но в этот раз мы были в одном духе прям. И се усещаше, че по принципу не сме заодно, но този путь бяхме в един дух. Вот, даже Эди сказал, что кто-то из тюрьмы сказал, что в этот раз Оксана радостная. И даже някак каза на Эди, че за този путь Оксана беше радостна. Вот, и я очень восхитилась тем, как Даша была смела в этот раз, взяла песню на русском. И очень хорошо ее спела. Я много се восхитила, как Дарья взяла песню на русский. Да, я тоже был с девчонками. У меня начало было не такое классное, как у девчонок. И начало-то при мене не беше толкова якого-какту притяг. Потому что вот я захожу, у меня вот первый КПП. Влизам през первого врата. Пропускают, говорят, какие мы молодцы, что приходим, спрашивают, как там ребята реагируют. Пускать меня, каза на колку добрый день, что правим, как питать, как хората реагируют втри. И вот мы проходим двор, заходим уже в само здание тюрьмы. И минавамы двор и влизамы в вечер в сграды. И мне говорят, а тебе нельзя. И говорят, не можем дать упустим. У тебя шорты. И можешь пантаонки. В шортах нельзя. Шорты. Не можешь из тех. Я говорю, и что мне делать? Я спитом, как водоправил. Говорит, ну переодеться нужно. Треба, да се приувлечеш, мне говорят. А там промзона, там секундов нет, ничего нет. И в этой зоне не успях, не ма секунди. Я такой, окей, вышел. Из лязух. И человек из первого КП говорит, а ты куда? И человек от первого врата, куда ты менях, мы питаем, на кодесе. Я говорю, меня не пустили из-за шорт. Не меня пустили за ради шорт. И вот казалось бы, они коллеги, ну работают. А липися коллеги, работают за это. И он так начал психовать и нервничать, что меня из-за шорт не пустили. И я быстро пошел, сел в машину. Начал крутиться по району. Започну их датырся в району. Искать секунды. Датырся в магазине за второго потреба. И вот обычно, когда ходишь по улице, не на каждом углу. А тут, когда они нужны, их нет. И захожу в Google Maps, смотрю, что есть поблизости. И смотрю рядом Кауфланд, а в Кауфланде есть пепко. Такой магазин с дешевыми вещами. Я просто, я открываю еще, я перед тем, как выйти, смотрю в кошелек, у меня там 20 лев, я думаю, то зачем мне, я не пытала, правда. И мы перед тем, как зайти, попили кофе. И тут я думаю, зачем я кофе пью, вот что мне хватит 15 лев. Я вот захожу в этот магазин. Смотрю одни спортивные. 15 лев. Я просто смотрю размер самый большой, беру, иду на кассу. Продавщица такая, они же, вы померили, подходят? Я говорю, понятия не имею. И продавачка там и пита, упитали листы, упитых ты лиги? Я сказал, мне мам, не знам. Но у меня времени нет, вот 15 лет. Я мам время, и да, дух 15 лев, и взеих тези пантаони. И только, когда я их одел. И куда туги сложу их. Я понял, не, 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 они не были маленькими. Мне бы казались зимними. У Казаха сейчас с зимни. А на улице жара, духата... А на вонка беше много горещо. У меня ножки, как видите, негладки, они тоже греют. И я думаю, сейчас, если меня не пустят, что я... Прошло минут 20, наверное. Прошел, слава Богу, пустили. И я захожу в зал, а там такая же радуга. Я, ну, прошел, все, встал. Эдди такой, о, ты успел? И эти все зарады, что успел. Они сыграли прославление. Он подходит, а я потный весят. Он такой, а что ты мокрый такой? Я говорю, Эдди, у меня зимние спортивные штаны. Я сказал, Эдди, ас имам зимен панталон. Мы посмеялись. Но это время, пока я искал, где купить штаны, я молился, чтобы... И това время, до като търсих панталони, ас се молих. Что Бог дал слово. Бог да ми даде словото. И мои выступления в тюрьме потихоньку превращаются в христианский стендап. И мои нещата, които казвам в затвора, помалку, помалку се превращат в христианский стендап. И я больше общаюсь с ними. И ас повече общувам се с тях. Не учу их, а задаю наводящий определенный вопрос, чтобы они сами приходили к истине. А задавам определенный вопрос, и те сами достигат истината. И направляю. И действительно, я задавал им определенные вопросы. И они, как все, активизировались, как начали отвечать. А им перед этим вручали дипломы тем, кто проходил библейский курс. И я задаю вопрос, один мужчина отвечает, развивает тему, развивает. А задавам вопрос, один муж започвав да отговоря, развила теми тэ. А там, ну, а в зале челек около 50-60. А в залата бяха около 50-60 човеков. И все на него смотрят, ого, ого, как много ты знаешь. И се визхищават, колко много знае. И я такой, и ему тоже диплома, дайте. И аз казвам, и на него трябва да му дадете диплома. И всички, да, на него всичко му трябва диплома. И действительно открываются. И те се утварят. И меня очень рад, с каждым разом все громче и громче встречают. Всеки път ме посрещат все посилно. И там председатель их, там, профсоюза, ну, не профсоюза тюремщиков, но заключенных, там, главный среди них. И средь затворницей има главен председател. Пообещал замолвить слово, что мне не дали постоянный пропуск, что я ходил туда каждую неделю. И он пообещал поговорить с начальством, чтобы мне все-таки выдали этот постоянный пропуск. И так получилось, что вот после меня уже был Эди давал тему. И вот мы не сговариваясь, у нас получилось слово на одну тему. И мое было как подготовка. И моето беше как подготовка. А Эди прям вот забил просто в крест их сердца. Да, потому что действительно они уже расслабились, раскрылись. И у Эди настолько было мощное слово, что... И Эди имаше толку мощное слово. Когда бы, вот если смотреть на лица ребят в начале и на лица ребят в самом конце, это уже были измененные лица. А если лицата им начало, то и в крае, лицата им бе чебяха променени. И хоть не было побуждающего, когда в конце слова, типа, вот, то хочет выйти, выходить, и чтоб покаяться. И не маше в крае слову, кое-то да накара хората, да произносит молитва та запокаяние. Но после всего служения около 10-15 человек подошло к Эди и к болгарскому пастырю молодому. И просили за них молиться, и они хотели покаяться. И да, вот, как Даша говорит, это действительно непередаваемое ощущение этого присутствия. И люди там настолько открыты и искренни. И хората там бяха толкова искренни. Потому что, в принципе, им незачем настраивать какую-то показушность, строить из себя кого-то. И не имеют нужда да се приструват. Поэтому там они максимально простые и максимально открытые. И за това са максимально обикновени и утворени са хората там. И это круто. И това е много ярко. Я тоже, как Даша, мне каждый раз там, я так кайфую, когда сюда прихожу. И всякий път, как ты Даша, много мне харесва да съм там. И видеть действительно изменения, в конце служения лица другие людей. И да виждам променение лица в крае на нашето служение. И видеть как люди, которые на пожизненном так же встают на балконе, прыгают и хлопают во время прославления. Да виждам хората куйтуса до живот, все, что стават и рекупляска. Это прям очень радует сердце. И многуства радва сердце туме. Действительно видишь, насколько Бог велик, что Он касается сердца людей. Мишдаш, колку великий Бог, той докосва сердца та на хората. Что люди встают и просто веселятся в этом присутствии, в этом присутствии, в этом присутствии Божьем. Слава Богу. Слава на Богом. Помолимся.